Ну, приходим в хаб, это огромный торговый город, центр, можно сказать, пустоши. Дальше я могу и служить. А где я вообще нахожусь? Ну, это хаб, торговый центр пустоши, и самый большой город из тех, что я знаю. Если тебе нужна работа, то это то самое место, где его можно найти. Тут все в очередь становится, чтобы тебя нанять на легальную и не очень легальную работу. А слышал что-нибудь про водяной чип? Водяной чип, ух ты, я и не слышал о таком. Может, стоит поискать в универсальном магазине в бизнес-центре? А че за телеги тут делают? А, это караваны, мы перевозим товары практически в любое место в пустошах. Чанктаун, Брастыш, Эдисенс, множество разных мест. Мы не ходим только в некрополисы, свечения. Я возглавляю эту группу, и скоро мы уходим. А вот те на другой стороне, только что пришли. Хм... Чем торгуете? Да много чем. Товарами, которые нужны людям, чтобы жить. Еда, вода, много воды. Вода — это сам ходовой товар в пустошах. Ладно, до свидания. Вот так вот, познакомились уже с караванщиками. Давай взорвем ребенка в доме, говорит Фримен. Ну, вам бы лишь бы взорвать. Что там про дом 2? Какой еще дом 2? А дом 2 вообще давным-давно находится в состоянии заморозки глубокой. Вместо него дом 1 допиливается. Все квесты выполнены. Теперь зачищаем город и получаем еще больше опыта. Рекомендует Феникс Сайс. Ну, да, есть такой, конечно, вариант. В Мальтийском Соколе есть освежающие напитки, говорит нам охранник на улицах города полицейский. Так, а как нам тут сойти? Сейчас узнаем, кто это. Видите, Дэна. Привет, дружище, добро пожаловать в хаб. Меня зовут Дэн. Я тут главный по части браменов. Я веду дела со всеми торговцами в городе. Предлагаю свои услуги по очень низкой цене. Так вот, чем могу помочь? А что за услуги у тебя? Ну, я тут занимаюсь повозками и браменами. Если торговцам что-то нужно для караванов, они обращаются ко мне. И, черт, да вся Большая Тройка работает только со мной. О, а что это за Большая Тройка? Сынок, ты всю жизнь в пещере проторчал, что ли? Большая Тройка — это крупнейшие торговцы во всем мире. Ну, может, не во всем, но уж здесь-то точно. А, эта Тройка мне показалась, ты о другом говоришь. Так я могу присоединиться к каравану? Ну, у меня сейчас вакансий нету. Ты поспрашивай торговцев из Большой Тройки. В Торговом Караване стоит доска объявлений. Посмотри, там крепкие ребята всегда нужны. А, ясно, а где находится этот торговый квартал? А, иди прямо по дороге, не ошибёшься. Сам центр рехаба. Вот так вот. Что там за мадам стоит? Жена Дэна. Извини, тебе лучше поговорить с моим мужем. А ещё со шкафом поговорить можно. Я люблю со шкафами разговаривать со столами. Кто-то говорит мне, что это за шизофрения, но я говорю, что это лут. А, я имею в виду второй раз, говорит, ревок насчёт Адома. Второй раз Адом, да, обязательно пройдём. Ну, потому что там хорошенький графончик появился, такой прям, чтобы видюшка выла и страдала. Я шучу, конечно. Проходи, проходи. Мы следим за порядком и предотвращаем преступления, говорят они. А ещё у вас тут хорошего есть. Не завалялось ли что-нибудь на полочках? Так, какой-нибудь столик у вас есть вообще? Чё-то иногда я рассинхрон небольшой читаешь диалог, который ещё не появился. Так, стоп. Я окошечко ОБС вернусь на экран. Ну, вроде нормально всё. Ну, по крайней мере, как я вижу. Ладно. Ну, тут у них сортир какой просто замечательный. Чистый её ремонт. Так, я здесь, говорит, родбарон. Рад тебя слышать. Где твоё проклятие? А какое проклятие? О чём ты говоришь, пожалуйста, подробней. Все они одинаковые, эти полицейские. На одно лицо следят за всеми. Можно сказать, шпионская банда, шайка какая-то. Добро пожаловать в моё скромное жилище. Чем могу помочь? Это некто Гюнтер. А что ты знаешь о хабе и что ты здесь делаешь? Да так, занимаюсь им понемногу. Охраняю караваны, помогаю фермерам. А ещё вопросик задам. И что знаешь о городе? О, это самый крупный город из всех, что я видел. Центральная часть находится к югу отсюда, а окраины по разные стороны от центра. Эту работу ещё ищу. Иногда я охраняю караваны, и мне нравится работать с дальнобойщиками. Хотя остальные караванщики тоже ничего. Если хочешь, зайди в контору кому-нибудь из них. Спроси насчёт работы. Ладно, спасибо. Пойду, всё хорошего тебе. Вон там у него полочка есть дома. Диалоги отображаются с небольшой задержкой. Серьез ли? Странно. Буду ли я Дерека сдавать в ментовку? Посмотрим, насколько выгодно это будет. Читаешь диалоги чуть раньше, чем они появляются? Не критично, не заморачивайся. Ладно. Но это странно на самом деле. Откуда рассинхрон? Попробуйте плеер там перезапустить, может быть, в этом дело. Какие для тебя лучшие шутаны всего времени? Лучшие шутеры? Ну, вообще, в шутеры я мало играю, но мне больше всего Quake 1 нравится. Именно первый тот самый. Потому что я в него в детстве очень много переиграл. И знаете, как часто мнение формируется просто по принципу того, с чем мы познакомились раньше? Вообще, люди очень склонны гораздо с большим вниманием и доверием относиться к чему-то, что они увидели первым. Ну, слышали вы новость, например, какую-нибудь. Кто-то ее осветил в таком-то ключе. И вот, как вы мне рассказали, к этому вы будете больше доверия иметь в целом. Или, например, поиграли в какую-то игру в давном детстве. Она вам запомнилась, и потом вы будете ее считать действительно лучшей. Хоть и много чего интересного выйдет потом более крутого. Да и сон рассинхрон был еще в прошлый раз, но это не критично. Тема одна секунда. Ну, вообще, на самом деле, игрушка не такая уж, чтобы тут рассинхрон был действительно критичен. Более того, я почему-то, когда вот заливал на YouTube, вроде рассинхрон не замечал. Хотя смотрел вот, как он там звучит, как че к чему. А можно сначала сделать те квесты Дерека, а потом сдать Патру Манчкинскому прохождению. Ну, так-то да. Это, конечно, факт. Приветствую. Какой мой урожай? Отлично вообще, занимайся своими делами. Фермерству и дальше. Будь я немного понаглее, я бы покрал всех этих охранников, потому что у каждого из них есть симпаки пять штук. Пять штук симпаков, да как можно вообще устоять перед этим? Ну, вы знаете, чем у вас все заканчивается? Я вам просто покажу, что это не стоит того совершенно. Вот так вот. Поэтому украсть мы не будем. Привет тебе тоже, бололам. В записи то же самое. Странно. Где Невада? Где Невада? Ну, в принципе, на сайте разработчиков, если что, можно посмотреть, там найти ее. Штука такая, Fallout of Nevada. Интересно, довольно. Я долгое время отнякивался, что я не буду стримить, что это голимый фанатский мод. Но потом как-то меня убедили, что стоит, наверное, красный караван. Или Crimson Caravan. Как это, помню, было в оригинале. Мне за разговор не платят. Ну, так и валь я отсюда больше. Зачем ты еще нужен? Стоит какой-то непить, и с ним нельзя поговорить. Скажите, зачем он еще... Опа. Че я вижу? Лутецкий. И даже никто не агрится вообще просто. Шик. Мечта дайс-мастера. Просто-таки свободная касса. Сходи тут. Луты не хочу. Привет лучшему стримеру из Каттва ТВ. Ну, спасибо. Это, конечно, очень громко сказано, на самом деле. Но тебе тоже привет. Иди, Игуану Боба, разведи на деньги. Развезем обязательно. И не раз, я думаю... Привет, как дела? Меня зовут Деметр. Деметр Ромара. У меня лучший караван во всей пустыне. Ищешь работу? Да и сил тебе вроде хватает. Ну, так что? Ну, как раз тебя-то мы и искали. Любишь острые ощущения, да? Пули свистят над головами. Ты видишь страх в глазах у врагов. Вот это жизнь, а? Если хорошо на нас поработаешь, мы хорошо заплатим по рукам. Ну и сколько платите? 600 крышек за поездку. И это в одну сторону. Говорят, что мы выбираем опасные маршруты, но они же самые интересные. В жизни же должна быть какая-то перчинка. Так ведь? Так, конечно. Слушай, говоришь опасные маршруты, да? Ну, разумеется, это опасно. Иначе с чего я стал оплатить? Аж 600 баксов. Ладно, пока потом поговорим. Потому что если сейчас мы уйдем с караваном, это займет довольно много времени. Я не хочу сразу же. Вот не успел перейти в город, сразу же из него уходить. Нужно его обойти, посмотреть, что к чему. Например, забежать в книжный магазинчик. Вы же все любите книжные магазинчики, библиотечки. Редбарон говорит, этот сон ущипни себя. Надо дождаться ночи, выйти из поля зрения под красой, тогда воровать. Ох, все это вы умеете. Сразу видно, прошаренные воры сот валилило. Сейчас начнется стрим... А, сейчас начнется копия стимпаки, затем под конец их 200. Да, 200 стимпаков особо не нужны, так что можно без этого обойтись. У меня очередь в ваншотле, когда пытался стырить стимпаки. Такое тоже бывает. Это зависит от того, насколько в лом или не в лом им очередью стрелять. Дайс, может, устроишь себе бадхёрт? Пойди. Фулт, братство, стали. Пройди на PS2. Вот такого мне точно никто не предлагал. Я же консольщина, да вы что? У меня от неё... Кровь пойдёт из глаз. Вообще, консольные игры, на самом деле, изредка бывают хорошие, но я как-то вот вырос на играх для персонального компьютера и с консолями что-то не очень хорошо имею дела. Привет, добро пожаловать в библиотеку. Не думаю, что видела тебя в наших краях. Что ты ищешь на пути знания? А что-то есть из книг? О, ну, позволь, показайте мне мою подборку. Вот это подборка. Так, подборка. Чтобы ей втюхать. Так, сразу ты ничего не втюхаешь. Надо забирать у наших спутников. Посмотрите, какие книжки. Электроника Дина. Большая научная книга. Ням-ням-ням-ням-ням. Какая прелесть. Слушайте, а почему книжки-то? Почему одна штука? 833. 270. О, ремонт очень даже неплох. Отлично. Сейчас мы заберем Лутецкого. И будем торговать книжки. Покупать знания, сила. Вот так вот, знаете, господа. А, да. Нам же нужно просто обокрасть. Все очень просто. Через кражу делается. Стали и этики, например. Хоп, берем. Нюка-кола. Кому она нужна? Лишний дроба. Что же добираем? Книжный магазин. Имба. Книги обновляются. Говорит Юркинс. Да. А еще их, может быть, украсть можно? Скажите честно, если так можно сделать. Еще Нюка-колу побольше возьмем. Значит, Нюка-кола это всегда хорошо. Одну книжку продать можно. Потому что она нам не нужна уже. Бронику возьму. Да, еще одну. Еще одну. Еще одну. Все, уже не влазят. Ладно, съемимся. Давайте посмотрим, можно ли обокрасть. Нет, только стимпаки можно украсть. Отсюда. Отсюда на полках пусто, к сожалению. Книг не завезли. Она всех прячет, наверное, где-нибудь под юбкой. И в трусах. И так легко туда не подберешься. Не стал Нарик отыгрывать? Нет. Ну, Нарик отыгрывать это довольно такая специфичная вещь. Так что не всегда это весело на стриме. У Карлика в магазине книги дешевле, говорит Арк Макс. Серьезно. Давайте проверим. Вообще, по идее, вот эту мадам нужно встретить, когда мы... General Store. Мы сейчас как раз и сравним цены. Узнаем, у кого это дешевле, у кого дороже на самом деле. Потому что у него, в принципе, тут все подряд продается. И хочу, хочу купить. Но заодно и продать, конечно же. 400. 540. Ну, скажем так, нормально. Вполне себе. Только единственное, что я не знаю, обновляются ли здесь книги. Так, 562 вместо 540. Если разрядить... 500 получаем. Ну, можно не ука-колой добрать, в конце концов. Зачем мы ее тырили, а? Где она, кстати? У-у-у. По три всего крышечки. Давай только посмотреть. 518. Что-то еще надо кинуть. Я думаю, денег просто кинем, что уж там. 22. 22. Вот. И читать, 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 читать. Срочно. Тут сначала купе, потом будешь у нее покупать. Да, я так и собираюсь. Читаем книжки. Знание и сила, как говорится. Вы получили новую научную информацию. И узнали много нового о ремонте техники. Теперь у нас ремонт 17%. Просто офигеть. Давайте купим еще немного ремонта. Потому что там разница 240 и 270. Это, по-моему, не принципиально. С этим можно вполне себе нормально жить. Да, 270. Что мы можем продать? Мы можем продать все. 1600. 800. Надо еще что-то накинуть сверху. 2100. Слушайте, я так сейчас разорюсь. 2400. Ну, денег еще дай мне, женщина. Итак, нам нужно 213. Я так себе все накиды до 55 поднял. С рейдеров, говорит, Dark Max. Ну да. Знаете, а в городах Фолла тоже ночью могут на губстоп взять? Запамятовал что-то? Нет, здесь не губстопают, насколько я помню. Так, я не хотел бы за Огра поиграть в Арканами. За Огра в Арканами поиграть можно, но только там, самое главное, интеллект совсем уж низкий не делать, потому как низкий интеллект, к сожалению, это такая штука довольно неинтересная, потому что у вас все диалоги становятся примитивными. Пропадает куча квестов, и игра становится меньше как-то, что ли. Вот я ее спрашиваю про водяной чип, она говорит, ну, во времена моих исследований я сталкивалась со ссылками на такие вещи. У меня есть голодиск, который содержит некоторое количество информации, которая могла бы тебе пригодиться. Хм, слушай, а можно взять этот голодиск? Ой, информация трудно достается в наши времена. Мне придется с тебя взять за это 750 хайберских долларов. А может, просто принесу сюда паяльную лампу, а леди? Я сожалею, но тебе придется держать при себе твои склонности, пироманьяка. Пожалуйста, покинь помещение. Ну, я надеюсь, она со временем отойдет, потому что книжки-то докупить хотелось бы. Напишите мне, пожалуйста, насчет того, придет ли она в себя. Потому что сейчас она немножко расстроена, самую малость, что я предлагаю держать ей с паяльной лампой познакомиться. Нет, ну, хорошее же, в конце концов, предложение. Кто в наше время-то откажется от такого? Оп. Оп. Что значит, не придет? Она не отойдет лодой. Да что вас... Так, я уже покупал или нет? Давайте посмотрим по навыкам нашим. Ремонт 8, наука 21. По-моему, не покупал здесь. Вот что значит, заболтался. Девушку, можно сказать, чуть ли не развел на холебную отдачу голодиска. Но не вышло, не срослось. Ох, я вам взял и открыл дверь. Не знаю, у меня, да, она до конца игры так вела себе, говорит, с ревок. Но это совсем плохо. С таким мы явно не сможем дальше пройти. Поэтому придется все-таки лоднуться. Давайте по стариночке вот так вот. Хоп, 2400. Здесь книжки. А, не, 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 не. Че я ему отдавал? Пистолеты. Во. 562. Разряжал их при этом. 531. Три нюкоколы. Отлично. Все прям в точности. Рассчитано до миллиметра. Смотрите. Хоп, как. Хитро. Привет, привет. К рогаликам вернешься? Да, конечно, обязательно вернусь себе. Все будет. И рогалики будут... И те, которые я проходил, и, возможно, что-то новое попрохожу. Потому что рогалики это такая штука, которая довольно-таки маргинальная. И, может быть, небольшое количество людей в них играет. Но при этом, собственно, смотреть их приятно. В них есть простор для воображения, для того, чтобы взять и... Представить себе мир, который тебе просто описывают словами или какими-то символами показывают крайне схематично. Голодиск не нужен. Да я знаю, я уже понял. Я про голодиск даже спрашивать не буду. Заикаться не стану. Три-двести. Четыре-шестнадцать. Что-то дороговато на пять тысяч. Что еще можно ей предложить? Да, по сути, нечего предлагать. Я, наверное, просто выкинул... А, вот книжку можно предложить. Сколько? А, не, нормально. Это еще... Так это вполне себе более-менее терпимые цены. Отдаем по одной книжке, давайте. Раз. Два. Три-восемьсот. Ну, можно заплатить еще чуть-чуть. Те же высокое обаяние. Качни бартер. Да, бартер, по идее, надо качнуть, но мне в лом... Вы знаете, серьезно, в лом... Вот это, кстати, я буду использовать вряд ли в ближайшее время. Три-восемьсот пятьдесят четыре-тридцать четыре. Мы даем двадцать крышек сверху. Какая увлекательная торговля. Вот только посмотрите. Что-то с чем-то. И начинаем учить. Учение свет. Двар Фортерс в режиме приключений пили. Да, насчет Двар Фортерса новая же версия вышла. Я так смотрю, в принципе, пока она полна багов. И самая большая проблема в Двар Фортерсе в том, что Adventure Mode не так интересен, как другие рогалики, а что режим крепости, он состоит из огромного количества проблем с тем, что вам приходится продираться через очень сложный интерфейс. Вам приходится изучать всего-всего-всего много до тех пор, пока вы сделали их и что-то простое. Постоянно сталкивался с огромными списками и таблицами. Мешок продай. Кстати говоря, почему мешки берешь? Расскажи. Я просто посмотрю, какая цена на мешок. Двадцать пять. Ну, я думаю, продам, да. Да, и в 2014 году мы увидим от тебя Baldur's Gate, Peppers, Please или Planescape Torment. Это утверждение. И я не могу с ним не согласиться, что-то из этого увидите обязательно. У тебя же еще броня есть. Да, я знаю, но... А, я все-таки хочу ремонта больше купить, потому что наука это круто, но нам ремонт потребуется. И я подожду, пока рестокнется, то есть появится заново возможность закупиться этими книгами. Вот тогда мы этим займемся. А пока мы зайдем сюда в дружественный заем, так называемый. Интересное, конечно, место. Есть есть кто-нибудь вообще? Вот, ходит человек. Видите, Яна. Нет, это не он. Вот, Лоренц. О, потенциальный клиент. Меня зовут Эр Лоренц. Он наищедрейший к твоим услугам. Я даю деньги в заем. Всего 10% в день. Такие всего 10%. Максимум на 10 дней. Никогда в хабе ты не мог... Так, как бы это... Правильно это играть. Ну, неважно. В общем, нигде в хабе ты не найдешь более щедрое кредитное заведение. Еще такой еврей в кожаной куртке и с длинными волосами. Вообще-то, я надеялся, что ты поделишься кое-какой информацией. А, возможно. А что? Хочешь узнать? Где тут... Как тут с полицией? О, отличные ребята у нас, правда, возникают. Иногда недопонимание, но они только прибавляют доверие своему виду. Полголоса. Кем бы они там ни были. Понятно. Это, видимо, речь про то, что те еще оборотни, что известно прощат собора. Ой, не могу сказать, что они меня впечатляют. У меня честный и приличный бизнес, и... Они меня называют вором. Ну и наглые же люди. Они думают, что обет бедности дает им право меня судить. Обет бедности? О, готов спорить, что их лидер Морфеус этот... Он не без греша. О, нет. Уверен, что он там у себя в могильнике живет на полную. Ух ты. Слушайте, можно было бы, конечно, насчет могильника расспросить, но... Ладно. Давайте. Работы, кстати, не найдется. А сходи к мистеру Деккеру. Замечательная работа за хорошие деньги. Он лучший в городе, и его контора прямо через дорогу удобнее и проще не найти. А что это за Деккер? Он личный парень. Отличный выбор для тех, кому надо отдавать мне долги. Скажи что-то от меня, и, может быть, получишь бонус. Бонус? Это ты о чем? Ну, может, не бонус, но парень хороший, можешь мне доверять. Ясно. Тогда пока. Ну, увидимся. Ниграя бартера. Я до конца игры без него норм-то обошелся. Да, я тоже. Уже же неоднократно проходил Fallout и ни разу не качал бартера. Вообще, ни разу. В чем тебе, тем сила. Памерамар вводит 3 дает. Нет, вроде 2, насколько я помню. За вечер в дворфах разобраться можно, говорит, за финг. Ну, давайте как-нибудь устроим вечер, когда вы мне поможете разобраться в дворфах. Если за вечер я в нем разберусь, то так уж и быть его буду стримить. А если не разберусь, такой челлендж для зрителей, как вам нравится. Вот. Но то не будет дворфов. А вот и заведение декера. Что бы вы думали, это, конечно, казино, потому что казино это настоящий стопроцентный рассадник добра, любви и... Что там обычно еще к этому присоединиться должно к добру и любви? Щедрости, наверное. Чего угодно. Да ничего, у вас вряд ли что-то хорошее найдется. Всегда к вашим услугам. Ну ладно. Привет, стример. Да, привет ролик KHV или как себя. Видел свежий геймплей Project Eternity. Свежий? Насколько свежий? Если прямо на днях, то нет, не видел. А так, в принципе, все, что видел, то видел. Мы скинем тебе в чат все, Вики, говорит Фриман. Да, Вики-то я сам почитать могу. Но я в дворфов без объяснения хардкор же, говорит Сыревок. В том-то и проблема, что без объяснений ты занимаешься непонятно чем там вообще. Ты пытаешься тыкаться туда-сюда. Наемника. Диметра. За столом для игры в рулетку вы видите крупье. Какой-то негр. игрока. Какой-то заведение напротив. Вот оно, да? И что там с Деккером? Где его искать-то типа? Пьяницу? Где-то здесь, наверное? Кейна. А, во! Я слышал о тебе. Убийство Гизма в Джанктауне твоя работа неплохо. Келлен, наверное, тебе отвесил немало деньжат за это. Может, какую-то работу ищешь? А что за работой? Сколько платят? Работа не для отморозков. Надо будет сделать все быстро и чисто. Босс расскажет тебе подробнее. Но, сразу скажу, ты заработаешь больше денег, чем работая месяц на караванах. Но, если, конечно, справишься, мы с неудачниками не цаскаемся, но ты понимаешь, о чем я. А что, знаешь, неплохо. Уверен, тебе такие дела не впервой. Так что я тебе просто скажу, что в твоих же интересах держать это все при себе. Лады? Лады. Мы отправляемся к Дейкеру. Тебе нужна работа. Тебе повезло. У меня как раз есть кое-что подходящее. Впрочем, будем соблюдать правила вежливости. Как тебя зовут? Меня зовут Нагибатор 2000. Ну вот. С формальностями покончено. Хочешь узнать про работу? Ну, конечно, затем пришел. Итак, есть некий торговец, который, как бы это выразится, не хочет полноценно сотрудничать с нами. И что же нужно сделать? Очень просто. Найди торговца, его жену и разберись с ними. А платишь за сколько? Цена стандартная. 500 баксов аванс, еще 2500, когда выполнишь задание. Ну что? Ну, сделаю, конечно. Отлично. За деньги любой ваш каприз. на высотах на углу Бартер Стрит и Тандер Авеню аванс получишь на выходе. Отлично. Торговец живет с женой к западу отсюда. Их дом на углу Бартер Стрит и Тандер Авеню на высотах. У него наверняка есть охрана. Постарайся сделать все тихо и незаметно. Если тебя все-таки кто-то заметит, сделай так, чтобы они уж точно никому не смогли рассказать. Когда закончишь, иди сюда сразу. И вот еще что, даже не вздумай идти в полицию, это была бы самая ужасная ошибка твоей жизни. Если сможешь, постарайся не привлекать их внимание. Они нередко создают большие проблемы. И он дает нам 500 крышек. По-моему, тот самый торговец с женой, у которого еще жерелье нужно будет взять. Да, у Dark Max напоминает, что нужно квест взять в Лосксли. Ты прав, именно об этом я подумал сейчас только что. Так, вот вчера появился линк, говорит, Трагос кидает. Трагос, пожалуйста, напиши это в комментариях к стриму, то есть оставь не в чате, а внизу в описании, чтобы я потом не потерял ссылку. Спасибо тебе заранее. У чувака такое лицо, как будто наркотиками его обкололи. Не, ну это живительный ботокс, прям как у нашего цинцеликого императора. Так, сидите в подвале, а на фоне сквозь стену видно небо. Ну, так вот у него там антураж хороший. Взял квест Локсли на жерель, я сейчас возьму. Ты в одно время стримишь всегда, но вообще на самом деле не факт, но постараюсь, да, в одно время. Снимемся и разговариваем с игуаной бобом. Добро пожаловать в Ганятина бобом. Маленький семейный кафетерий, я могу принять у вас заказ? Свободный столик, свободная касса, все свободно подходи, человечный, наваливай, наяривай человечную. А, знаешь, думаю, стоит поговорить о деке Морбиде и твоих фирменных рецептах. Это о чем это ты? Ну, вопрос про твое блюдо. Насколько свежим должен быть труп для появления горького послевкусия? Ты готовишь мясо мутантов, людей или смешиваешься подряд? Но, вообще-то это все не важно. Я нашел счет Док Морбид и в нем было указано количество трупов. И вот шериф, когда это все увидит, то провалы в памяти твои резко исчезнут. Эй, 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 не надо! сон неустановленного происхождения в разумных количествах. Ну, это же не убийство. То, что мне продавало Морбид, уже было мертвым, ведь так? А, ну, каннибализм-то еще считается преступлением. Да? И ты за это заплатишь? Постой, 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 думаю, мы договоримся. Но, ладно, что мне с этого будет? Ладно, сколько ты хочешь? 150 баксов каждые 5 дней. 100 баксов каждые 5 дней. Тут зависит, по-моему, от навыка, бартера. И, в зависимости от того, как у нас навык бартера, у нас, конечно, полное дно. Навыка бартера, как такового, нету. Мы можем с него требовать разные суммы. Вот. Ну, давайте по 100 баксов каждые 5 дней попробуем. Хорошо, договорились, 100 баксов каждые 5 дней. Окей. Вот. Вы получаете 500 единиц опыта. По большей части, мне опыт нужен был. И, плюс еще, тут говорят, кармом мастифицирует от этого. Общая 41. Ну, и нормально. Несло бы 33 человека на стриме. Видимо, соскучились, говорится, ревок. Ну, да вообще-то, когда прайм-тайм идет, тем более, там, очень многие люди смотрят, это хорошо. Мне такой расклад нравится. Всем привет, кто смотрит. Не забывайте, что вы, даже те, кто смотрит в записи, можете поставить плюс, лайк, или еще что-нибудь хорошее, сделать стримеру в любой момент. Нужна работа? Добровольщики. Доброволь... Тьфу ты, что читать? Дальнобойщики набирают людей на следующие позиции. Охране караванов нужен надежный человек в хорошей физической форме. Особая вакансия требуется наблюдательность и готовность к опасным путешествиям. Обращайтесь в контору дальнобойщиков, спросите Рутгера приходить со своим оружием и боеприпасами. Неплохо. За благоу парня играешь? Ну, скажем так, за самого, что ни на есть, эгоистичного и расчетливого. Если вы считаете таких парней плохими, то вы в корне не правы. Наоборот, самое, что ни на есть, можно сказать, надежда пустоши. Иди к Локсли. Обязательно сходим. Еще кто такой? Убирайся отсюда. Это тебе не мальтийский сокол? Проваливай. Ну ладно. О, как только начал заходить, они переменили пластинку. Это оружие и магазин, им заправляет бетти. Хорошо разбирается в пистолетах, но гораздо лучше во всяких там, чем-то там не успел дочитать, увы. Так. Дайса, какова вероятность в процентах, что следующей игрой на стрим будет Муровинт? На самом деле процентов ноль где-то, потому что Муровинт точно следующим стримом не будет. Приходи в любое время, но в рабочие часы, разумеется, говорит она. Ну ладно, хорошо, Бет, зайдем. Но в рабочие часы, как ты любишь. Здесь у нас кто-нибудь есть? Здесь никого нету. Здесь пустое здание. То ли здесь должен быть бомж какой-то, то ли призрак. Нет, призрак это, по-моему, из другой части. Это уже из старого Fallout'а. Что здесь у нас? У нас есть, во-первых, вывеска, на которой написано дальнобойщики. И, во-вторых, у нас есть вот это здание. Тут шериф, по-моему, расположен, да? Да, действительно. Давайте пошаримся по полкам сначала. В конце концов, что не сделаешь в офисе у шерифа. А если написано полиция. Полиция, полиция в РВР. К ним мы обязательно заглянем для более плотного разговора несколько позже. У нас же будет необходимость в том, чтобы... Опа, заперто. Чтобы сдать нашего работодателя, но это будет не сразу. Заведи в этот дом ребенка и взорви, требует Фриман. Ну, вот опять та же самая история про взорвать ребенка. Я понимаю, это, конечно, очень круто, и вам хочется этого. Но когда-нибудь все в свое время будет. Привет, мистер Хамстер. Хомяк, репортинг ин, говоришь? Ну что ж. Молодец. Будешь с напарниками до конца игры или с Дагмитом? С Дагмитом? Нет, с Дагмитом лучше я не буду, потому что он уже на одном свете, и мне к нему как-то не по пути. Не забудь про квест фермера, где тебе дадут имба-пистолеты, и он на локации, где... Он на локации, где Локсли. Да-да, я обязательно возьму этот квест. О, вы хорошо работаете. Что ж, благодарю вас. Мы сделаем все, что в наших силах. В таком большом городе конфликты неизбежны. Но мы делаем все возможное. Сложно, когда у бандитов оружие лучше, чем у тебя. Но заявить о преступлении мы всегда же успеем, ведь правда? Ведь... Ведь серьезно успеем? Давайте пойдем в другой район города. В эту локацию закусочные. Вроде есть человек с крутым пистолетом. Обкради его. Ну, может быть. Шкафчик не забудь обыскать, только на этот раз без динамита. Шкафчик без динамита. Да как же я смогу такое сделать? Что у нас какая-то вообще бомжатина кругом. Бородейки, которые спать хотят. Ну, конечно, ночь же. И ничего интересного я не вижу, что можно было полутать. Так, а здесь у нас торговец. Очень такой крутой оружейный торговец, у которого очень крутые цены. Здорово! Добро пожаловать в магазин Джейка. У меня есть на продаже немало интересного. Смотри, выбирай. Знаешь, а что продаешь то вообще? Я торгую высокогласным оружием. У меня лучшее, что можно найти на этой стороне братства. И поскольку братства не торгуют с пришлыми, могу смело сказать, что я в этом деле лучший. Есть снайперская винтовка, есть топливо для огнемета, которое вообще вряд ли найдешь где-либо в пустошах, да еще вот, счетчик Гейгера тоже большая редкость. А зачем нужен счетчик Гейгера? Как зачем нужен счетчик Гейгера? Хотя уже 80 лет прошло после взрыва бомб, еще осталась радиация, балда, ее не видно, но она есть, черт, готов спорить, что несколько радов на тебе есть, у каждого, кто живет в пустошах, есть несколько рад единиц. Расскажи-ка про радиацию поподробнее. Ну, некоторые называют ее призрачная смерть, или прозрачная смерть, ведь так и есть, ее не видно, и не слышно, и даже понюхать нельзя ее. В общем, она накапливается у тебя в организме, но ты не почувствуешь этого, пока не окажется слишком поздно. Чем чаще бываешь в горячих точках, тем больше ее накапливается и никак от нее потом не избавиться, ну, вообще никогда. Радов становится все больше и больше, ну, конечно, если ты не достанешь где-нибудь антирадин. О, слушай, а где можно достать антирадин? Его далеко не везде продают. Но у меня с собой нету, все, что найду, я себе оставляю. Там, вверх по улице парень один есть, может, он тебе поможет. Зовут его Вэнс. Ты особо не расспрашивай его, в этом деле он эксперт, скажем так, просто скажи ему, что ты от Джейкоба. Он нормально тебе все сделает. Спасибо тебе за советы, пока. Че, странный чел с кувалдой? Нет, он торгует с оружием. Че, ты хочешь купить? Да, конечно. Но что у него есть? ракеты, огнеметы, гранаты, ракетница всего за 3600. Офигеть, как дешево. Боевая броня за 13, не, не за 13, так, собственно, боевую броню, говорят, не покупая, я тоже ее не собираюсь покупать, потому что ее выдадут, и найти можно будет в свечении потом. Батарейки есть, патронов куча, снайперка сколько стоит? Все, 3200. Это, заметьте, если вы видели предыдущее прохождение Fallout'а, которое есть на Ютьюбе, там она стоила около 13 или 14 тысяч у меня, когда я пришел в то же самое место. Это все почему? Потому что харизма была никакая, с хорошей харизмой можно и закупиться хорошо. Майк говорит, сори за автоп, но как ты относишься к Вову и аниме? Ну, анимешки я смотрю разные, Вов, в принципе, играл, сейчас вот тут стримы постоянно Нескодв ТВ Вововскими временами даже посматриваем. Да, если не надо ракетниться, говно, но если ты хочешь зрелищности, то покупай, ну, конечно, я хочу зрелищности. Единственная проблема, патронов нету, но патроны будут потом. У нас же, смотрите, у нас тяжелое оружие прокачивается, да, у нас будет пулемет, у нас будет ракетница, это два основных вида тяжелого оружия. И ракетница прикольная штука, что сказать. Обязательно ее обзаведемся, но не сейчас, вот, как-нибудь потом. Что-то темно, хоть глаз выколем. А вот дверь. Ти из серии флаута, качай красноречие и удачу. На самом деле, это хорошо. Чем могу помочь? Слушайте, тут говорят, есть то, что мне нужно, подкинешь парочку. Да, вроде ты норме. Вот мой товар, говорит он. Тут есть антирадин, есть радикс, который стоит всего 254. Если мы его не добудем к тому моменту, как пойдем в свечение, то обязательно закупимся. А сейчас, конечно, не будем этого делать, потому что, ну, как бы, нафиг, его пофиг. 84 за стимпак. Ладно, нормальный, в принципе, ассортимент, но сейчас он нам не нужен. Не помню, есть ли Бозра в первой части. Нет, его там нету. Комбан Шатган возьмем пацанов внизу, которые мужика из братства охраняют. Да, мы сейчас к ним забежим, но мы бежим вот здесь, вот снизу, чтобы сразу с ним не встречаться, потому что все сложно. Нужно осторожнее быть. А вот про убежище на самом деле не самый важный момент, я скажу вам. Че так темно вообще? Сколько времени, скажите мне? 19 часов. 50 вечер. Нам нужно отдохнуть подольше, по идее. Дайте мне чупа-чупс, говорит чувак. О, круто, круто. Где же луна? А что ты здесь делаешь? Знаю, я знаю, потому что ты знаешь, потому что мы знаем, все знаем. Нет, действительно, что ты знаешь? А, это потом, знаешь Гарольда. Гарольд прикольный. Волосы выпадают, выпадают и летят за ветром. Вон они за ветром, ветром. Ну как скажешь. Так-то да. А вот и Гарольд. Но с ним мы говорим чуть позже. Нам нужно сначала найти чуваков из Фергуса Каравана. А вот и Гарольд, ответил богом. Продолжение следует...